Открыта, которая позволит нам создавать изображения в реальном времени, вы забудете про все численные методы. И в первую очередь мы здесь будем рассматривать инструмент работы цехи, то есть как этим пользоваться. В предположении, что в предыдущей лекции позволили вам составить какое-то представление, хотя бы в общем, как это устроено, а теперь мы научимся этим использоваться как бы между множеством и множеством реализовано. Но вы же знаете, что мир цикличен по спирали происходит развитие, правильно? Всё, Славченко, назад. Мы прогрессируем. Вот смотрите, в начале компьютерного графика все писали руками. Ну, не в смысле ногами руками, а в смысле на программную функцию реализацию. И все-все вычисления мы писали, или кто-то писал. Ну, лучше как будто какое-то мафинное преобразование себе на простейших главных методах, да? Потом пришло счастье, пришла аппаратная реализация других методов. И так появился опыт жереля, в который можно было вбить, вызвать функцию, которая поворачивает объект, насколько преподавался, насколько вокруг такой тайс. И можно было спокойно забыть про все финные преобразования. Зачем, если у нас вот есть прекрасный фейс. А потом пришло новое развитие опыт жереля. Тот, который БФЖ, тот, который ЕС. Одним из последних стандартов. Которые говорят, все здорово, но это, конечно, облегчает жизнь, и существенно урезаются наши творческие возможности. И поэтому мы вернемся к тому, что мы опять уже в ОКЖЛ, и в Шейдерах будем ручками прописывать матрицы. И поэтому все ваши усилия по сравнению матриц пропали на зря. Да. Попробуем. Еще не пропали, еще не пропали. Так. Ребят, значит, большой опыт. Мы его читаем. Он будет существенно отличаться от предыдущего, потому что здесь больше оценки на реализацию, на то, как это устроено, на вызов функции, будет немножко другое. Но, тем не менее, это все отлично. Что мы попробуем? Ну, мы все явно не успеем. Из-за этого, что располагают пары, все время у нас. Что мы рассмотрим? Ну, во-первых, что это такое? Как выглядят команды? Что это вообще? Как они выглядят? Посмотрим на простейшее первое предложение, мы, наверное, тоже немножко не успеем. То есть успеем. У них еще происходят любые игры, и как они не могли. Литература. Литература. Это некоторый набор книжек. Сейчас он больше. Которые вы можете смотреть. Все они освещены, в общем-то, вот уже и шейтером, смотря, что у нас попадают. Среди этих книжек я, в общем, хочу выделить книжку, которую вам еще два. Вот она. Посмотрите, пожалуйста. Вот эта книжечка, которая вам два. Она переиздается. Она обновляется. Последние издания. Задержим уже. Вот. Сейчас. По-моему, уже девятая, если она не вынесла. Ну, уже начиная, по-моему, с восьмого, с этой книжки уже полностью новое описание. Полного стандарта. И выглядит картичка вот так. Называется... Ее часто называют городу. Ну, а потом считается, что построенная книга, вот она одна из лучших книг по окружению. Так что они как-то не были иные. Но для того, чтобы начать знакомиться с названием этого всего, достаточно и предыдущую версию, когда вот используют эти здания, там, земное, это не столь важно. Ну, а вот если мы уже глубоко, то, конечно, по последнее этого услышали. Что говорит Вики? Что такое ОБЖ? Вики утверждают, что... Не только русскоязычное. Те есть, конечно, русский, но по-различному утверждают тоже. Тоже самое. Натальными назначениями. Что это спецификация, определяющая интерфейс? Смотрите. ОБЖ это спецификация, которая определяет программный интерфейс. для написания и приложения использующих график. Но, с другой стороны, это не только спецификация, но это еще и реализация. Потому что производители на базе спецификации создают библиотеки функций, соответствующих этому набору спецификаций. Понятно, что, когда говорят ОБЖ, то чаще всего образовывают именно библиотеки этих функций. Что мы можем сказать? Что это у нас Альпия. Начата разработка была на фаре Селекландрафикс, которая плавно потом перешла к хроносбуку. Написано на языке C. Это кросс-платформенное программное обеспечение. И каждый из вас сможет выбрать любую платформу и любой язык, на котором вы захотите использовать ОБЖ. Я буду рассказывать под C++, под C++, ну, под C++. Но основные принципы названия функций остаются одинаковыми. Поэтому вы можете воспользоваться любым языком, который вам нравится. У нас было многое написание на ОБЖ. Такой вариант тоже возможен. Если кто-то писал в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, даже по второму году, под мобильное обеспечение, что-то так можно использовать. Но! Есть тюансы. Проще знакомиться с ОБЖ на базе старого подхода. Начнем как бы с самого основы. А в ОБЖ не будет, чтобы сразу с последними стандартами начинали с ним работать. И немножко никакой объект входа существует для ОБЖ. Но тем не менее это возможно. Первый выпуск, посмотрите, я не так, 92-го. Последняя проверенная стабильная версия это 31-го июля 2017-го года. После этого, это называется вулкан. Но изначально вулкан был конкурентом. А потом, то есть вот его раздавал в прошлом основе, а затем вот произошло вот такое вот изменение. И вот у нас теперь вулкан тоже перестал быть конкурентом. Он не заменился вулкан в ОБЖ. Он немного медоизменил это. Немного сам медоизменился. Ну, то есть у них теперь это продолжение. Только с некоторыми множеством этими существенными реализациями. Есть OpenGA, сайт OpenGA.org, на котором можно смотреть текущую рекомендацию. Какие конкуренты были в OpenGA? Ну, некоторые были, некоторые есть. Вместолюборгивые IPLKMVR, как же называется. Директ X. Пытаются конкурировать активно. Они все время конкурировать друг другом хорошо, а друг как раз конкурегают друг друга на развитие. Но это только у нас дальние паука получается. И вот, бунг-рука, конкуряж, оно теперь уже нет никакой. На данный момент, то есть это теперь у нас голос-бунг за все отвечает. На данный момент у нас есть алгоритность. Вот классический наш OpenGL. Вот нам это самое последнее место как бы его теперь развитие. OpenGL ES для мобильных приложений и WebGL. То есть вот у нас теперь такое большое семейство. WebGL это библиотека для JavaScript. Это библиотека. Она позволяет создавать ему характерную 3D графику для Web-приложений. Он построен на базе OpenGL ES 2.0. И часть входа может быть на видеокарта по полукам. В целом, а дальше в середине этого нет. Уложения мы как бы запрелируем 100. Воспользовано, что мы ее 5. Проверим кампас и так далее. Ну вот, бунг-кар изначально проявился в 2015 году самостоятельная API. Но затем вот у нас произошло такое смешение. И поэтому соединение. Поэтому у нас не придется как продолжение нашего улучшения. Основное различие бунг-кара, ну такое существенное, не основное, а существенное, важное. Это реализация шейдеров. Вот теперь у нас что происходит? Смотрите, изначально в OpenGL был свой язык для написания шейдеров, железы, о которых мы будем говорить. Что такое шейдер? Это программный код для видеокарты. Программный код для видеокарты? А OpenGL нет? На шейдер, да, он выполняется на процессе шейдеров. А OpenGL не выполняется на видеокарты? OpenGL — это архитектура для работы шейдеров. Не только? Не-е-е-е. Это вы заметили. Не-е-е. Они, конечно, вместе выполняются, но можно написать входного улучшения без шейдеров. И он тоже будет выполняться на аппаратном уровне. Несколько партнеров поддерживает. Но при этом без шейдера можно написать. Какие еще варианты? А вот такой шейдер? Ускорительный процесс. Ну, шейдеры позволяют усвоить. Ну, нет, они даже не усвоить позволяют. Значит, смотрите, мы будем разбираться, что это такое подробно. Шейдеры позволяют написать... Ну, не так. Шейдеры позволяют разнообразить процесс обработки. Например, встроенная вот уже модель освещения, это модель фонда, реализованная через дурок. Ну, через алгоритм дурок. И все, и больше ничего. Ничего другого вы не сделаете. Но, используя шейдеры, можно построить любую модель освещения. Какую захотите. Шейдеры — это мини-программы, которые выполняются для каждого элемента изображения. Пиксельные шейдеры или вершинные. Обрабатываем работать для каждого пикселя свой пиксельный шейдер. Для каждого... ну, вернее, шейдер один и тот же, но выполняется для каждого пикселя отдельно. Шейдер — это довольно-таки программка, которая вычисляет значения либо для вершины, либо для пикселя. И может работать отдельно, запускаться отдельно для каждого решения, ну, в конвене, естественно. Будем подробно об этом говорить. Так вот. Для этого используют специальный язык. То есть отдельный язык. Называется шейли-сейдер. У трех пикса есть HLS. И это языки высокого уровня. И вот изначально каждый производитель OpenGL драйвера, он же просто платформер. Значит, драйверы под каждой платформой стоят. И вот каждый производитель OpenGL драйвера заставлял реализовывать собственный компилятор для языка GSM. Чтобы как-то получить исполняемый год и затем его реализовать. Вулкап делаем следующее. Вулкап переводит, то есть он обеспечивает промежуточный дворечный формат. Вот так же, как YAMI, как F.NL. И переводит вот в этот дворечный формат. Но логичные вещи, кстати, реализованы давно уже для терапикса. В терапиксе HLSL переводится вот в такой дворечный формат. А потом уже он выполняется. Ну, в общем, есть простой способ. Какое существенное отличие, знаете, в шейдерах, в реализации шейдеров? Существенное отличие. Есть еще люди? Итак, что такое, давайте возвращаемся. OpenGL, это программа, это феографическая аппаратура, правильно? Освояет реализовать ход с аппаратной реализацией. Если какая-то аппаратура не поддерживает аппаратную реализацию тех или иных возможностей, эти возможности должны быть реализованы в программе. То есть, все это отвечает по OpenGL. Можно так чуть-чуть объяснять. В OpenGL, ну, сейчас уже больше. Вот было 250, на который момент отдельный команд. 200 в самой OpenGL, 50 в библиотеке у Тимит. Но постоянно растет количество. То есть, так получается. OpenGL построен следующим образом. Есть некоторое ядро. Библиотека GL. Базовая. И есть дополнительные библиотеки, которые позволяют улучшить интерфейс взаимодействия. Ну, и интерфейс, он реализован на различном аппаратном обеспечении. Чего нет в OpenGL в той базовой библиотеке, которая имеет расширение GL. Ой, имеет имя GL. Нет работы с окнами. Нет работы с пользовательским вводом. На уровне функций для описания турберных объектов. То есть, вам нужно либо писать это все самим, что никто не делает, либо пользоваться дополнительными библиотеками, которые тоже считаются на самом деле OpenGL-овскими. То есть, они все считаются OpenGL-овскими. Так сказать, не дополнительные. Одна из дополнительных библиотек — это GUN. OpenGL-утилити лагеря. Которая, в первую очередь, использует, а позволяет создать различные графические объекты. Там, квадрические поверхности, там, гривые поверхности типа NURPS, ну, про кубики и все остальное. Я вообще могу чуть-чуть это почти в каждой библиотеке. Есть. Каждая считается, что она только бывает. Ну, сложно добавить. Даже больше. Вот. То есть, это вот всякие объекты, более высокого уровня, содержатся вот в этой библиотеке. И она же считается какой-то очень стандартной частью, которую мы видим. Хотя она поверх вот вражении своего уровня, но тем не менее считается уже неотъемлемой частью. Фриблюд. Фриблюд — библиотека для работы с собственниками. Для работы с собственниками существуют и другие библиотеки. Это как вариант. Значит, что нужна именно она. Раньше была библиотека с именем блюд. Она уже там будет и кей. Но, поскольку для совмещения, для сохранения совместимости, библиотека фриблюд, как название вот такое имеет, похожее, так и имена функций оставили те же. Там реализация внутри другая, но имена функций такие же, чтобы было бы неиспользовано. Значит, у нас вот здесь работа с окнами. И, кроме работы с окнами, значит, взаимодействие с клавиатурой, мы с чувствуешься какой-то середины библиотеки. То, чего нет, тогда у нас уже. Что умеет делать у окнами? Работать с геометическими, с геометическими примитивами. Ну, вот эти геометические примитивы, они примитивы от слова «примитив». То есть, примитивнее некогда. Это точки. Она умеет работать с геометическими примитивами, зерокочками. Хорошие примитивы, впечатленные примитивы. Эти точки она умеет соединять. Когда на экране вы можете увидеть его брак. И она даже может вам сказать, или нет, помочь выбрать, в каком порядке их соединять. Ну, допустим, вообще не соединять. Соединять поплавно. Соединять последовательно. То есть она пробочка умеет. Верообразно соединить. Большой геометчик. Скоро возможностей. Дальше. Следующее. То есть это вот простеревые фигуры вот такие. Из этих примитивов. Ну, кстати, кубик можно соединить. Чего уж там? Клезами соединяете, кубик получается. Позиционирует объекты в трехмерном пространстве и выбирает точку наблюдения. Значит, это что? Камера. Камера и видовые преобразования. Это то, чем вы там сейчас занимаетесь, да? Камера или видовые преобразования. Вот она это умеет. Дальше. Вычислять цвета для объекта. Как она умеет вычислять цвета? Во-первых, тот цвет может быть замен, как видом. Типа как объект. Все. Выгон один раз и навсветание. Она красит им этим цветом. Может посчитать исходя из условия освещенности. Еще никто не дошел к этой лабораторной? Дальше. Вычислять им помощи текстур, наложенных на объекты. То есть, когда мы их, допустим, из файла берем текстуру, накладываем на грант. Можем в программу создавать текстуру, накладываем на грант. То есть это на умеет. Ну, либо понятно, что все это умеет заединять. И еще очень важная вещь. Это она выполняет растровый разбор. То есть она переводит из 3D в 2D по пиксельную визуализацию. То есть высчитывает какой пиксель заостряется в какой точке на экране. Вы быстро на символе. Это появилась возможность после того, как появился... Вы же знаете, что изначально 9X был плоским. А вот 9X был плоским. А вот 9X был плоским. Нет, в жизни не был плоским. А вот 9X был плоским. И вот там они этого не умели. То есть они не умели рисовать. Там мастеризация была, она не умеетная. То есть никаких вот таких. А то появилось. Вот там. Это странно. А сейчас там странно. Теперь посмотрите. Вот такое чудное изображение. Как бы Вы меня вставали? Скажите, пожалуйста. Сначала черный пластик. Какие галаты вы использовали? Дролик. Дролик дед. Хорошо. А если нет дролик деда, что бы Вы использовали? Дролик дед. Ну, вначале 4LINE, а потом FILL, да? Теперь давайте посмотрим, на что похожа эта программа в ОБЖ. Вот это текст этой программы. Попробуйте прочесть. Что вообще здесь написано? Вторая строчка, это всё, мы захажем учёт. Вторая, это вот это? Смотрите, вот это мы устанавливаем цвет, который будем закрашивать. Вот это мы закрашиваем. Затем. Это цвет для рисования решив. Ну, в очереди рисования всего. Это, как Вы понимаете, что это? Ортагональная проекция. Ортагоническая проекция. Да, молодцы. Дальше. Как Вы думаете, что вот этот кусок делает? И начинает, заканчивая, выбирать полигон. То есть мы будем рисовать полигон. То есть мы будем соединять крутые, примитивые кружеля в виде полигона. То есть последовательно. И зацепить. А вот это амбутатный режим, который мы будем рисовать. А потом тут ещё кусочек фона. А ещё тут и нит. И вот этот и нит, который у нас здесь есть, вот этот и нит. Вот ещё вот. Больше этого кода. И вот это наш квадратик. Но. Дело в том, чтобы у нас здесь большое имя, вот эти вот части, вот эти вот части, они пишутся всегда одинаково. Они не меняются. Меняется, как бы, вот эта часть. И ещё настраивается нам либо проекция другая, либо камера по-другому, либо по-другому. Поэтому, пока ваша программа усложняется, но эта программа усложняется не так сильно. И в таком объёме. Как выглядят команды? Вот здесь мы уже увидели, да? Что команда что? Вначале видит некоторый клейк. Серьёзно? Потом идёт название команды, а потом в конце мы дошли и не допискиваются. Ну, давайте попытаемся посмотреть общий вид нашей команды. Трефикс идёт всегда. Дальше может стоять... Ну, трефикс сначала, потом самое имя команды, логика и пробежья. Потом может стоять число. Помните, там было где-то число? Есть параметр. Да. Это количество параметров. Другомерное, кругомерное. Дальше тип параметра может стоять. И, В, О, И. А я, видите, линк, это же шлое. Дальше может стоять В. В это означает, что параметр будет вектором. То есть, это либо скалярное значение через импультуру, либо векторная команда. Ну, дальше здесь акрагментов. Вот примеры префиксов. Это примеры типа. Они вот буквами обозначаются. Ну, вот, там в долгий смысл, можно сказать, желающие. То есть, вот примеры команды. Это тоже желающие. Это вы посмотрите. Единственное, что могу сказать, что, посмотрите, OpenGL вам хорошо соответствует с импульсным данным. Ну, смотрите, вот список ПСХС++. А вот здесь у нас типы данных для OpenGL. Смотрите, File, Short, Pink, Флор. Видите? Ну, то, что там очень хорошо соответствует. Но, когда вы будете писать программу, там, где требуется использовать типы данных о OpenGL, пожалуйста, пишите типы данных о OpenGL. Я попозже когда-нибудь к этому вернусь, я надеюсь, где могут стоиться в облоге, почему нельзя, ведь как бы выгодно соответствие политически, почему нельзя заменять. Пока просто и повернуть. Нас говорим, только OpenGL. А вот ну, программа Кунс идёт в космостранную разведку, какие-то обёртки, современные там, которые были... Чего? Ну, который набрал, например, сандартные типы данных. Сибирс. Да, по крайней мере, Сибирс. Вот это сим для тех, областей, которые использовали все возможности. то есть вы хотите, чтобы вот здесь вместо вот таких типов данных и самых моделей Типа, там, может, не самое плохое, но там некоторые сравнивают, которые они сами. Вы не хотите легкоро перерегровать? Ну, нет, ну, я понимаю... Как они вообще ускоряют процесс вычислений? Как можете не перерегровать? Не обязательно. Там везде пары функций, везде пары функций. То есть всегда есть функция одна и та же, для одной и то же, для одной и то же количество данных. Вот мой параметр скалярный через инкитуду, а второй векторный векторный работает быстрее. Вот мы, Женя, хочется предоставить, там, в примере герои используется функция уже есть вектор. Вот это? Ну, да, да. Ну, это то, что можно сказать. У КЖЛ свои типы данных. Да, я знаю. Они соответствуют, но это свои типы данных. Потому что это росплатформенный язык, ну, вернее, библиотека, росплатформенная. Вы это же самое используете в других языках. Что вы будете делать в других языках? Я имею ввиду оберку, я понимаю, почему типы данных. Я уже сказал, что типы данных свои. Я имею ввиду оберку в виде классов, в виде объектов. Потому что вот это, я вижу, что это С-код. очень старый. Сейчас уже по-другому почему ну, в разделе рациональный какой-то Есть библиотеки, которые пытаются ему, его. А классов нет. Классы как? Классы? Классы. Можем третье писать классы. А нет фреймборд, который... Вы напишите классы. И все будет хорошо. Вот который будет, я же писать, это еще появилось. А потом все это приводит уже и код, а потом и все. Опять возможность есть уже те, которые уже и для точки лента это все в этих классах, а все конституции это просто ничем все так. А для авторгабрии это конечно. Но есть библиотеки, которые пишутся и которые появляются другие классы. Вы можете писать эти классы, но это библиотеки, которые в эту карту включаются. Нет скажем так, такого стандарта, который уже рекомендован и активно используется именно в эту соответствующую работу. Ну, к примеру, векторная команда вот так. Смотрите, это скалярный ваян. Это упражненный тип данных. Вот он вот такой. И Вы вот так его используете. Вы понимаете, дело в том, что мы когда чуть ближе познакомимся, что то, что делает КООП ИЖЕЙ, вот ему не очень нужно то, о чем вы говорите. Потому что КООП ИЖЕЙ апеллирует с чем? С набором вершин и ребер. Которые нужно преобразовать вот так, как высоко преобразовывали и вывести. Ему больше ничего не нужно. будет парничное преобразование. Все. Зачем ему в классы оборачивают объекты. То есть очень удобно для каких-то объектов создать класс. Вот класс будет объект. А внутри будет вот эта начинка. вроде решили обер применение вот этих преобразований. Все. А больше нечего оборачивать особо в классы. Поэтому это не совсем даже и нужно. Вы посмотрите. Посмотрите по ходу. Мы к этому еще будем озвучиваться. ОКЖЕЙ трактуют как машину состояния. есть пиликерные состояния. Вот они перечислены. Что такое машина состояния? Надеюсь все знаете. Все знают? Все знают? А кто знаком с графикой BDI и BDI плюс? Мы на ней рисуем подошли. Мы на ней рисуем. Мы на ней рисуем. Где вы на ней рисуете? В C-Sharp. В C-Sharp. В C-Sharp. В C-Sharp. В C-Sharp. Как установлена графика? В C-Sharp. В C-Sharp. Смотрите. Если вы выбрали цвет для кисти то эта кисть все время то есть вот этот цвет все время этим цветом вы рисуете или у вас есть разные кисти вы их можете включить вот эти примите кисть примите то есть вот как там устроено? вот мы даём ногу кисть и можем её использовать может другую а можем использовать другую да? А вот кто помнит в Pascale как вы рисовали? Там одна помню там одна была черепашка там одна была черепашка черепашка это черепашка это да исполните это тоже в Pascale вот Смотрите, вот в паскале АВЦНР вы говорите, установить цвет, браж колор рисует это. И этот браж колор, он общий. Вы пока не поменяете браж колор, цвет не меняется, все время рисуете этим цветом, да? А в США вы как рисуете? Вы говорите, я сейчас рисую этой кистью, сейчас рисую этой кистью, а вот только мне рисую этой кистью. Вот паскальный АВЦНР соответствует OpenGL подходу. Машина состояния. У вас есть, вы установили? Есть. И вот она у вас в этом состоянии, и вот она для всего применяется. А мы установили еще что-то, и вот к нему применяется. У вас, значит, какие переменные состояния есть для OpenGL? Трансформация, видовая и проекционная. Вот если вы установили эту трансформацию, вот все дальше, что вы будете прорисовывать, к нему по всему будет применяться вот эта трансформация. Либо вы меняете трансформацию, поменяли, и дальше все, что дальше, к нему применяется эта трансформация. Трансформация, шамоны линии полигонов, режимы отображения полигонов. Соглашение о блоковке пикселей, любят ли это покоснуетесь в этом курсе, вы не успели, я не могу попасть, но есть такое. Позиции, характеристики источников света, ну еще материалы для объектов. Кто помнит, что такое материалы для объектов? Шаховатость, шаховатость, шаховатость. Да, и всякие свойства. Цвет, отражательное свойство, вкусная, шаховатость, все это, да? Цвет, цвет. Это все характеристики объекта. Так, характеристики света. Ну тоже там это за свет, интенсивность, еще что-то может быть, потом узнаем, что может быть, да? Вот это все у нас параметры состояния. Каждый параметры состояния можно включить, выключить, узнать текущее состояние. И еще что очень важное, что постоянно делать сложные сцены, их можно сохранять в стек и вынимать из стека. Иначе у вас выходит примитивнейшая картинка, которую вы были в общем-то долго и не расстраивали. А вот это вот сохранение в стек и расстраивание из стека позволяет делать легко сложные картинки. Ну давайте посмотрим первое положение, которое можно заработать. Потому что вот то, что я там у вас писала для квадратика, если его просто набрать, то оно не заработает. Там много чего нет, я там взглянула, от вас что-то. Давайте посмотрим то, что заработает. Вот хотим вот это получить. Достойное приложение. Отлично, сейчас получится. Мы вот включаем. В принципе, нам достаточно подключить флигмент. Ужерель впереди, это значит, у меня просто по каталогу был жерель, в котором все это было спрятано. Вот это все можно не подключить, а она подключает. Если какие-то проблемы с подключением непосредственно библиотек либо, можно это сделать вновь. Ну, вот если камень чуть не начинает работать, можно сделать вновь через файл. Ну, это не надо мне рассказать. Надеюсь, вам не удается. Что-то сделать. Ну, это как-то вспомогательные библиотеки, для размера одного плеера. Итак, функция init, которая будет, вроде не тот init, который у меня там был, помните? Это не тот init. Это у меня своя, другая функция, которая... Смотрите. Она возведена на три части. Функция, которая вызывается предвхождение в главную цель. Мы подключаем функцию обратного вызова, которая реагирует, вот эта у нас реакция на события какие-то. И у нас есть бесконечный цикл. Функция init, называется предвхождение в главный цель. Это построить какие-то ее начертные. Что это, помните? Это вот свет фона у нас настраивается. Уже нет. Дальше. Функция, которая будет вызываться каждый кадр. То есть на каждом кадре для отрисовки кадра. У меня будет и отрисовка, и вычисление одно и то же выполняться. У меня как бы простая программа, мне там что-то вычислять не нужно. Правильно, там и там будут выполняться. Что она делает? Ну, очищает буфер вот этим цветом установленным. И дальше выполняет некоторые основы буферс. Вы мне сейчас поможете разобраться что-то такое. Буферс, если сможете. Если нет, я вам помогу. И дальше функция, которая вызывается при изменении размера окна. Спрашивайте, что нам нужно, чтобы у нас было практически всегда? И них, когда при вхождении в главный цифр, там начальные настойки. Дальше. Что-то типа апдейта. Она может быть одна. И для отрисовки, и для вычислений может быть две. Отдельно для отрисовки. Отдельно для вычислений. Отдельно для вычислений. Функция шок, которая развивается при изменении размера окна. Вот четыре базовые функции, которые как бы хорошо подготовлены. И для вычислений. Теперь как нужен наш вейн? Ух, синий. Глюд и нит. Видите? Вот эта жуткая функция, которая за вас делает всю грязную работу. Это вот она. Инициализирует. Глю. Устанавливает элементное окружение. Настраивает. Все. В общем, делает всякую грязную работу. Которая много. Которая регулярная, но всегда одинаковая. Вам достаточно ее выяснить. Дальше функции как бы стандартные, одинаково делаются. Это у нас настройное положение окна. Размеры окна. И устанавливаем режим. По умолчанию. Для простых приложений. Достаточно настроить следующие режимы. Соответственно. РЖВА. Это значит, что вы будете использовать цвет РЖВ с прозрачностью. По умолчанию, если вы забыли это написать, работает именно это. Но нам нужно подвигаться еще соединить. Посмотрите, сблю дату. Это означает, что у нас вот двойная муферизация. Дальше создаем окно с заголовком на OpenJet. Создаем окно с заголовком. И подключаем, смотрите, обработчики событий. Упдейт. Для... И две это функция вычислений. Упдейт для дисплея. Дисплей это функция отрисовки. Решейт для шейпа. И нит перед входом в цикл. Выпустили цикл. Упдейт для дисплея. Вот эта часть всегда одинаковая. А вот содержимое вот этих функций, апдейт, шейп и нит, это вы настраиваете так, как вам нужно. Смотрите, вот эта часть одинаковая. Разве вы поменяете, потому что как заходите. И вот эта часть одинаковая. Меняется только содержимое функции. И нит. А в день, ну если два раза там еще вот до идея вторая. И решили. Вот эта часть меняется. Теперь давайте посмотрим, что такое... Вот видите, у нас здесь group swap bufers. И group swap bufers как раз поддерживает большую буфилизацию. Что это такое? У вас много сколько? 2 раза. Через минуту. Через минуту. Ну давайте все приставим. Это связано с плавным методом. Правильно. Да. Абсолютно верно. Это связано с плавной прорисовкой. Но и не столько с плавной, а чтобы не было накрыцания. Чтобы не было накрыцания. Или чтобы мы не видели процесс отрисовки. Вот это более правильно. Что происходит при прорисовке? Вы последовательно закрашиваете каждый пиксель. Правильно? И вот ваш синий экран, это последовательно закрашивается все пиксели экрана. И если это сделать просто. Вот. Put Pixel. Или, в привязанности, какую диску. Просто команда условная. Put Pixel. Запустить. Вы увидите, как тут заполняется экран. Кому это нужно? Это никому не нужно. Правильно? Для этого используется двойная буферизация. Можно на дружу-нибудь третьих ладочек или двористых. Вот смотрите. Два буфера. Есть передний буфер и задний. При двойной буферизации вся прорисовка происходит на задний буфер. Который вы видите, он подскрыт. Команда не подливалась. Слаб буфер сделает очень быстро, но смелый буфер. Все, вы видите нужное запрошение. Ну, вообще. Рисование возникает из-за того, что мы две рисовали. Что? Рисование возникает из-за того, что мы две рисовали. Так, если мы рисовали не... Другое рисование. Другое рисование. Если вы рисуете сразу на первичном буфере, вы его видите. Просто тогда у вас мало рисуна, небольшой площади. Если у вас на глаз уже быстро работает, он не успевает пузырей. Но у вас перерисовывается все сейчас. Поэтому, но это никому не нужно. То есть кому заменяется в чтоп-дринальной организации? До свидания все. Полно. Волен. 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 Давайте еще раз, очень коротко. Что нам нужно в том, как бы вы видите. Нам в приложении нужно описать, что мы будем подключить ему для текста по собой. Что у нас должно быть? У нас должна быть функция имени, которая вызывается до входа в главный цикл. У нас должны быть функции обработчики событий, апдейт для адресовки и апдейт для вычислений. Они могут быть одинаковые, могут быть разные, зависит от ситуации. Для адресовки, естественно, в первую очередь прорисовываем, а для вычислений можно, допустим, только вычислять, которые затем и потом прорисовываются будут. Могут быть одинаковые, одна и там их функция порешена. И функция решения на изменениях размера в окнах. Ну и кроме этого могут быть обработчики событий выше или клавиатура, это понятно. Начальные установки всегда одинаковые. Если вы один раз их сделаете, то потом можно тупо копировать и можно их немножечко подправлять. Ну то есть здесь большого ума не нужно, просто запомнить, что, какую последовательность нужно сделать. И инициализируется GLUT, ну либо группа библиотека, которую вы используете в качестве базовой, то здесь должны быть инициализированы света состояний, да, в котором будут работать, ну света окружения, в котором будет работать ваш OpenGA. Ну и дальше там настройки окон, это там совсем просто. Обязательно устанавливайте режим вывода. Самый простой вариант, наиболее часто используемый, это GLUT и GLUT. Ну и все, и дальше как бы работаете с тем, что есть, устанавливайте расположение событий и главный цикл. В принципе это всегда одинаковая вещь, очень похожая. Что может находиться в библиотеке GLUT? Какого сорта функций, какого родов, если мы находимся в библиотеке GLUT? Инициализация, обязательно. То есть если вы используете другой библиотеку, то все равно должна быть функция инициализации среды выполнения OpenGA. Либо вам придется это делать руками, никому не пожелаю этого кошмара. Дальше. Обработчики событий. Управление окнами. Управление мином. Отображение дополнительных генетических фигур, это есть чуть ли не в каждой оболочке, чуть ли не в каждой библиотеке. Каждая библиотека считает обязательным почему-то вывести самостоятельно вот эти фигуры. То есть вот это есть всю, но это нам не так и лично. Инициализация. Параметры приходят от мейновских параметров, поэтому здесь вот ничего такого нет. то есть с настройками окн тоже ничего случилось. Режимы отображения информации, вот те, которые нужно использовать, это GBA и W, но при этом есть вот еще GBA-синг. Это используется крайне редко. ЖБ это то же самое, что GBA-сингл относится к лучшему буферу. Сочинем ее. По умолчанию буфер одиночный. Поэтому нужно всегда выстраивать самостоятельно, а не использовать двойной. А вот буфер глубины, мы с вами еще не рассматривали, тоже движение можно добавить. Буферы глубины используются для вывода трехмерных объектов. Пока мы работаем с двоймерными, нам буфер глубины не нужен. Буфер глубины нужно обязательно, когда нам нужно использовать проецирование трехмерных на двоймерную плоскость. Помните за буфер? Какое у него еще название? Буфер глубины сделан. И чтобы он работал, обязательно нужно подключать депп в групп деппс, то есть флаг групп деппс и настройки режима. В образочке событий вот еще у нас наус фанк появляется, это все у нас уже было. Что обычно работает? Вот смотрите, вот у нас решей фанк, то есть изменения окна. до этого у вас при изменении окна у вас был привитимейший эффект. Мы выводили просто в двумерном режиме прямо у колечек. Или закрашивали вообще цветом фона. То есть мы трехмерный вариант не трогаем. что в принципе может быть вот в обработчике решей фанк. Во-первых, здесь называется функция viewport. Функция viewport была у вас уже или нет? фонк. Что она делает? Переводится в экраны, где на сайте или нет? Она устанавливает окно, как бы это сказать хорошо, она устанавливает прямоугольник на вашем экране Устанавливает область, в которой будет происходить вывод. То есть если вы хотите выводить именно весь экран, вы хотите выводить вот здесь, выберите view form вот сюда, и вот здесь у вас работает ваш весь вывод. То есть ваше окно вывода будет вот здесь. То есть это окно вывода устанавливается. И в этот момент происходит, естественно, подстройки вот под вашего веточа координата или вот веточа координата. Дальше. Здесь можно настраивать проекционную матрицу с тем, чтобы сохранять вот правильные пропорции. если вот эта функция не настраивает, если обработчик событий для этой функции не передаётся, то по умолчанию у вас окно просмотра и одно вывода – это здесь всё ваше окно. Вот оно. То есть если вы ничего не сделали вот здесь, попробовали сами обработчик для решения факт, то окно у вас по умолчанию есть ваш экран. Ну и дальше у вас выпускается вот исключительный цикл, внутри которого отлавливаются ваши события и вызываются те обработчики, которые не подключены. До этого мы посмотрели у вас пример статической картинки. Да? То есть просто выбилось и всё. А если анимация, что-нибудь поменяется? Перерисовано, да. Ничего не поменяется. У вас всё уже есть для этого. Единственное, это нужно для функций, для обработчика, который, вот помните, за вычисления из-за решений, и для вычисления, и для дисплея, и для вывода. Обработчик для вычислений. И для, помните? И обработчик для вывода, дисплей. Вот здесь, обычно вот здесь, и обычно в угле, влиять какие-то параметры, которые отвечают за положение на экране. Всё. Вот этим будет отличаться анимационный либо с статического. То есть если у вас вот здесь меняются параметры, больше никакого, никаких изменений в нашей структуре, в нашем скелетии не будет. Всё остальное останется то же самое. Проследим, проверим. Чтобы я вас не обманывала. И нет. На стойке окон. Клицо вверху. Режим подключили. Обратите внимание, как только трёхмерная вещь, сразу глюк депс добавляется ещё вот здесь. Видите? Вот когда мы решим устанавливать. Дисплей мод. КЖВА. В двойной утрилизации добавляем защиту с губерной. Если вы его добавите для губерного номера, то ничего страшного не произойдёт. Всё останется как есть. То есть вот что и так, и так правильно. По несколько окнам нужно. Что? Несколько окнам. Да? Что? А, тогда как определить, какое окно будет... Ну, будто я не беспой мод. Вот он только что... Для какого окна он ставит? Ну, давай идём всё сначала. Хорошо. Так. Ну и вот подключили обработчики. Запустили орифункции. Запустили основной цепи. То есть, в принципе, вот в основном мейне мы даже не заметили. У нас это анимация арестательная. Это я завожу какие-то переменные, которые вот там за угол отмечать. Вот это всё. Дубль. Вот я хочу, чтобы у меня вращаться... Так, пока даже нет, пока не вращаться. Хочу вот такой вот квадратик получить. В чём в нём особенность? Вот цвета у меня. Видите, как плавно переходит? Смешивается красиво. Кстати, смешивание цветов не такая простая операция, если делать это правильно. Вот. Если делать это руками. Вот у нас вот за это всё может отвечать у окон жиле, если мы правильно передадим им входные данные. В принципе, для этого достаточно будет передать координаты вершин и ещё цвет каждой вершины. Вот если цвет каждой вершины будет передан, то дальше, используя аппроксимацию... Помните, я вас просила, было делать ручками во втором модуле? Освещение, раскрашивать. Вот это вот оно за вас уже всё сделает. И будет вот так красиво. А если вы сделаете правильно, то вас тоже довольно красиво будет. Если вы назначите цвет, то вы решили свой. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Смотрите. Обратите внимание ещё вот на что. Когда вот здесь мы шеклер делаем, мы очищаем не только буфер света. Видите? Color Buffer B. Color Buffer B. Мы обязательно ещё начинаем очищать буфер глубины. Вот если вы буфер глубины потеряете вот здесь при очистке, то у вас весь трёхмерный вывод будет работать некорректно. Для трёхмерного это и так страшно. Ну, не страшно, можно сказать. Для трёхмерного, как только потеряете, всё будет быть неправильно. То есть у вас сразу алгоритм удаления индивидуальных граней с помощью буфера будет работать некорректно. Color Identity. Кто помнит, что это такое? Это единичная матрица. Да. Это загружается единичная матрица. Просто тупо единичная матрица. Она пока даже не знает, для чего её будут использовать. А дальше функция gRotateF говорит о том, что мы будем поворачивать. То есть мы домножаем единичную матрицу на матрицу, которая сформирована вот этой функцией. А какой это четвёртый? Ну, это вот это четвёртый. Вот это угол, на который мы поворачиваем. Ну, это тоже угол угол, а четвёртый. Четвёртый. Это координаты вектора. У него начальный вектор, как всегда, 0 и 0. Ой, нет, я вас обманываю. Не-не-не-не-не-не, неправильно. Это же gRotateF. Это просто угол поворота. А это поворот вокруг линии? То есть поворачиваем только вокруг облезья сеть. Вот этот угол. А здесь не поворачиваем. Это же функция gRotateF. Это же мы не матрицу здесь задаём. Ну да. Она поворачивает. Сейчас, подождите. Я устану до меня. Это все стараемся использовать. Я их тоже будет уже редко использовать. Потому что в современном OPGL мы это шейлером стараемся делать. И шимарятся сами. Так, сейчас, секундочку. Это у нас всё верно. Значит, вот это у нас угол, а вот это у нас координаты вектора, вокруг которого будут поворачиваться. То есть поворачивает вокруг оси z. Потому что вот по оси z единичка, а то убраёт. И теперь у нас посмотрите. То есть он из церкви будет выходить. И вот. А это вот вторая координат нашего вектора. И дальше мы рисуем наш прямоугольник. Вот здесь я показываю прорисовку. То есть мы задумали, как рисовать старым способом. Вот мы сегодня с вами рассматриваем вывод старым простым способом. Потому что если вам показать сразу вывод большой современной правиле, то вы уходите в количестве функций. Вот поэтому давайте по шагам. Если вы попробуете вначале вот такой. Он работает. Он как бы везде присутствует. Он в самых современных версиях работает. Кроме вебжеля. Вебжеля сразу правильный современный. Но мы начнем с этого. И вывод происходит следующим образом. Мы это уже рассматривали. Вот здесь перечисляются координаты. У нас 4-го угольник, поэтому 4 вершины. И рядышком свет. Причем вначале свет, затем вершина. Красная вершина с такими координатами. Зеленая с такими. Синяя с такими. Белая с такими. А параметры Желель Квакс что показывает? Кто помнит, что мы там разбирали? И затем, что мы объявляем прямоугольники? Да. Что наши вершины будут подняться в прямоугольники. Ну в квадратных. Нет. В четырехугольники. Четырехугольники. Да. Может быть не будет. Четырехугольники. Четырехугольники. И вот бельгин-эндер у нашей скурки. И все, что внутри, взаимодействовано. Вот таким образом. А если будет восемь таких вершин, что мы получим? Вот если просто еще четыре добавятся. Это не затрутся? Все вы увидите хорошо. Все вы увидите. Так что увидится? Так может и хорошо, но что? Это будет два параметра. 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 На сервере. На сервере? Ну, я знаю. Любой флаг, но совсем плач. Просто говорили, что мы закончили вандитаты. Начало мне нравится. Только не на сервере. Ну, в Дубае, да. Мы сообщаем, что все. Вот с этого момента пошел вывод. Все сбросили, все. Все, закончили. Все верно. Ну, конечно. Так. Если хотим получить вот такой кубик. Можно, конечно, попытаться вывести квадратиками. Но... Вы же помните, что каждая уважающая себя библиотека поверх ядра жерей норовит сделать эти кубики. Поэтому зачем мучиться? У нас есть. По приблюде ваер куб. Видите? Ваер это какой куб? Да, оболочный. То есть это в формате каркасом. И столько его выводится. И разъем кубик один. По умолчанию, если мы ничего не делаем, то у нас кубик располагается в центре и размерами. А вот это, как говорите, мы повернули его. Видите? Он уже на 100 ванну. Вот мы примеряем вот эти вот адресы. Преобразования. Как вы думаете, что это такое? Это кубик? 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 Ну да. С первыми граниями. С лёбрами. У него лёбра посылали. Что это кубик? Он для зимы. Все, кто делал зимы. Вот. Ну, а почему он такой ужасный? Ну, грани. Северца грани белой, все нормально. Ну, почему он такой ужасный? Что надо добавить, чтобы он стал менее ужасным? Грани. Рёбра. Рёбра налистовать? Ну, это... Ну, или цвет у грани какой-то. Цвет у грани. А представьте, что кубик должен быть белым, и поверх с лёбром нерисуем. Что можно добавить, чтобы мы поняли... Не после лаборатории освещения, да? Т.е. не бывает тюрьмей. Да? Вот что. Вот что получаем, когда идёт освещение. И не считается. Ничем не отличается. Вот, вот эти... Идущая функция, и эта отличается только вот этой функцией. Вот мы внутри не вызываем, да? Что мы противоролим. Это вы посмотрите. Это я выставляю всегда, чтобы делать две презентации. Это просто как использовать обработченные события корректно. Т.е. вот кладши, которые используются. Вот такая замечательная штука. Опять будет отличаться ровно одной строчкой. Название функции, которую мы используем, вы вызвали, да? Для адресовки. Это у вас что? ТО. ТО. Не, нет. Откуда у неё дрянь? А, это дрянь, да? Главное, да. У нас тут какая-то сверху. Шарик? Просто у него как бы два центра, что сказать. Вот тут и вот тут? Центра вообще не видно. Это просто сечение вот такое вот. Самое лицевое сечение. Из других задних траги сечения. Видите? Вот ребра вот эти, кубика. Вот они вот. Передние и задние. Т.е. это у вас... Смотрите, вот видите, сфера. Но! Эта сфера у вас... Если в костных примерах у вас была ортографическая проекция, по умолчанию проекция ортографическая. Если вы ничего не... Про проекции ничего не говорили, то значит проекция была ортографической. А вот здесь проекция станет перспективной. Правда на этом... Видит у него что-то перспективная проекция? Ну, т.е. не бросается в глаза, да? Идется поверить мне на слово. И как тогда... Вот если это перспективная проекция, то все-таки кое-что поменяется в ходе, а не только в функции обычного. Ну вот давайте посмотрим. Смотрите. Мы включаем режим проекции. Видите? Матрикс NoJ Projection. Т.е. это та вот эта цель, которую мы изменяли. Да. Поскольку вы это видите, загружается просто единичная матрица. И дальше потом у вас... Вы ее домножаете на что-то. И все равно это остается просто матрицей. И потом вы применяете эти преобразования, да? Вот какие-то и так далее. То есть вообще что это? К чему это? Вот функция Матрикс NoJet на самом деле управляет то, к чему эта матрица относится. Вот если у нас проекция, то мы, значит, сейчас будем настраивать проекцию. Вот так видите. И смотрите. Мы устанавливаем перспективное преобразование. Поскольку это функции, которые помогают жить, которые очень облегчают вашу жизнь на первых порах, пока вы не даете это шею графа. Вот. Вспохнулись. Кто может не забывать саму матрицу перспективного преобразования, воспользоваться функцией с параметром. За что отвечают параметры? 65 – это угол обзора. Ну, то есть эта камера, вот она открывается на 65 градусов, да? Второй парамет – это соотношение ширины и высоты. А два последних – это отсекающие плоскости. Мы сейчас на картинке посмотрим. Или он в том порядке? Ой, как-то легко. Я чуть похожа по карманам. Не совсем правильно, да? Не то с порядком сделала. Все, что ближе вот к этой матрице, вот к этой грани с координатами, это вот эта координата Z. Все, что ближе к единице, не видно на сцене. Все, что дальше – тысячи, не видно на сцене. То есть отображается на экране только то, что со сцены попадает вот в этот вот расстояние после единицы до тысячи. Все остальное отсекается. Причем, чем больше это расстояние, тем хуже Z подчисляется. Ну, оно же сразу между ним становится, и если оно слишком большое, то начинается, ну, как нужно работать. Ну, а точность зависит. Да. То есть если здесь очень маленький, то будет очень хорошо видно, даже... Ну, точение можно посчитать, точность хватает. А может точность хватает. Я отсюда начинаю. Да. Да. Ага. Дальше мы расстраиваем матрикс молод. То есть уже это видовая матрица. Что отмечает видовая матрица? Кто помнит? Поворот сцены, чтобы камера была в центре мира. Почему? Для того, чтобы камера была в центре мира. А, то есть... Ну, видовые преобразования — это разные видовые преобразования. Это положение объектов на сцене, да? То есть мы меняем, что мы будем на камеру в центре мира. Это любые видовые преобразования. То есть проекционные — это преобразования, проецирования. Лидовые — это просто изменение положения объектов на сцене. Да. И вот здесь, как раз, когда мы используем видовые преобразования, то у нас угол поворота. Ну и все остальное, если мы хотим использовать. Двиги различные, там, растяжение. Вот это вот здесь устраивается. В данном случае у нас только угол поворота. Очищаем буфер цвета. И загружаем единичную матрицу. И настраиваем... Идовое преобразование? Чтобы камера была... Да. Позицию камеры. Вот здесь как раз. Вот первые три координаты. Точку наблюдателя. Это вторые три координаты. Вот сейчас у нас камера как раз будет стоять в центре мира. Вот это как раз точку вы говорили. И последние три параметра это направление камер. То есть любая камера смотрит либо вверх, либо вниз. Но я могу стоять на одной и той же точке вверх головой и вниз головой. И от этого то, что я вижу, будет меняться. Естественно, по умолчанию... А вперед что? Дельзя смотреть? Не понял. Вверх тормашками достаточно. На голове или... Смотрите, направление взгляда... Это... За нее отвечают вот эти первые шесть парадежа. Вот это позиция, а вот это... Вот точка наблюдения туда смотрит. И это направление взгляда. Но при этом, вот если я смотрю на вас вот туда... Я могу стоять вверх головой. И тогда я вижу вас вот так. А могу стоять вниз головой. Тогда картинку, которую я буду видеть, она будет отличаться. Правда? Да. Вот третий параметр, это направление вверх камеры. Куда камера... Куда направлен вверх камеры? Разобрались? Окей. Ну и дальше там применяете нашу матрицу вот поворота, которая... Там она вас строит. Вы в ней как бы отомножаете, да? Вот ваш угол, который мы меняем. Потому что она свращаться должна. И вот вокруг чего вращаем. Вокруг оси века. Ну и рисуем. Ваши свои. Параметры у матриц МО бывают всего трех видов. Это... Матрицы проекционного преобразования, мы уже рассмотрели. Матрицы МО, преобразование, рассмотрели. И еще текстурных преобразований, пока мы их не рассматриваем. Это на похожие обложения. Проекционные и видовые, вы уже знаете, что это такое. Поэтому вот, пожалуйста, можно использовать. Это для самостоятельного ознакомления, чтобы вы не искали по интернету, а потом не говорили, что у вас пошлось, не пошлось, а что можно нарисовать. Там все понятно. Любимый чайник. Кто захочет, может из блендера обезьянку пропустить. Вот так. Рисование производных фигур с помощью вот этой вот пары столок. можно нарисовать. Хотя... То есть я вас сейчас буду учить старым вещам, но не долго и чуть-чуть. Поскольку все равно пока вы шейдеры не умеете. А на чем-то потренироваться нужно. Итак, с помощью вот этих begin and end скобок можно нарисовать разные фигурки. Можно просто сделать набор точек. А можно эти точки соединять в разных порядках и получать различные фигуры. Можно получить отрезки. Можно получить четырехугольники. Что еще можно получить, как думаете? Кроме от нескольких четырехугольников. Кругольник. Кругольник. Еще. Кривую. 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 Значит, в кривую или в зене. В кривую можно в зене. То есть можно последовательно соединить. Да. Не-не-не. Но это последовательно соединения. То есть аппоксимировать кривую в зене. Нет. OpenGL под это не предназначен. OpenGL предназначен для вывода полигональных моделей. Мы рисуем полигонами. Многоугольниками. Углами. Если мы рисуем точками, то у нас можно задать размер точек еще. Список координат. И говорим, что рисуем точками. Здесь чем рисуем? Тривой. Молодцы. Как вы догадались? И здесь у нас в этом списке будет, кроме самих вершин, еще цвета. А цвета так же могут быть разными? Ну, помните, мы уже сапали. Лучше только там квадный делаем. Может и делаем уже все. Но здесь я хочу тут такие. Чтобы у меня каждый тривойник будет одинакового цвета. Ну вот, пожалуйста, три анклес. Задаем цвет. Дальше три вершины. Цвет три вершины. Ну и все. Можно, конечно, перед каждой вершиной висать. Но поскольку, помните, у нашего вершины это машина состояний. Я поставила вслед раз. Он не меняется. Он будет относиться ко всем остальным. Поградил отсекает. Не видимо. То. Он. Опыт джейм. Конечно. Тогда что у нас нормально? Вот. Мы дальше угодим. Что у него нормально? Хороший вопрос. Сейчас дойдем. Вот тут вот будет добавлено. Будет еще установка нормальная для каждой вершины. Сейчас дойдем до этого. То есть у вас кроме цвета и координат вершин, еще для каждой вершины можно создавать нормальность. А зачем вам нормальная для полигона, если у вас есть нормальная для каждой вершины? Да. Чтобы проект вам там виден или не виден. Но с иностранной должны быть виден сделали. У вас нормально. Он только по нормальным все умеет посчитать. По нормальным душе. По нормальным душе. Да. Вы, конечно, считаете упрощенным способом. Вы считаете просто общую нормальную все грани и конвекторное произведение векторов, лежащих на ребрах ваших грани. В принципе, он тоже так можно посчитать. Ну, координаты у него есть. Вот один вектор, тот столовой вектор. Векторное произведение даст нормальность. Все умеет. Ну, разве это не должно выходить в то, что наши треугольнички, кто предъявитец, проходят в стороне? Ну, потому что есть сторона куда нормальная, а есть сторона вообще обратная. Жиль. Ну, давайте мне дойти далеко. Сейчас все будет. Покажем, вот вывод рассмотрим. Сейчас дойдем. Итак, что же можно нарисовать? Точки, линии, ломаную, но не безъемную. Замкнутую, ломаную. Полигончики отдельные, которые вы там говорили. Четыреугольники. Вот такую ленту. Обратите внимание, как она соединяется. Каждый по спину. То есть две последние являются первыми двумя, а у следующего, да, вот таким образом. Преугольнички там, ну, вот, всякие такие вещи. Так это то, что видно, как уже было все. Вот такой замечательный треугольник, который будет раскрашен, вертеться и так далее. Что у нас произойдет? Свет координаты. И все, не больше ничего. Нет, в предыдущую программу поменяем все. Свет координаты. Вместо... Что у нас там было? Что у нас вращался там? Кто помнит, что вращалось? Шарик? Сфера была, да? Последняя. Вот вместо сферы вот это и будет вращаться. Вот такой цепой. Переугольничек. У вас там будет лабораторка такая. Нужно будет вот это выполнить. Да, потому что. То есть по нажатию клавиша у вас будут выводиться разные объекты. Как это будет происходить? Правильно? Правильно. Правильно, конечно. Смотрите. Если это квадратик. Ну, для, как бы вот так. То есть вот, если это квадратик там взведет, то есть вы меняете парамет публики. И все. А потом у вас копка настройка происшествий. Больше чем меняется. Самое лучшее все просто. Так. 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 Повторим все, что было на слайдах. Можете написать какую-то простейшую программку о VGL. Там типа повторим что-то да и что-то выведем. Но, тем не менее, там можно делать какие-то вещи большие. И они как бы сложные. И как это работает. Поэтому давайте мы попытаемся посмотреть вначале на весь контейнер. хотя бы укрупненно, хотя бы поверхностно. А потом мы по-друге его рассматриваем. И поймем, что и зачем там происходит. Как вообще работает OVGL? OVGL обрабатывает вершины. Что поступает на вход в OVGL? Вы уже видели, да? Ну, кроме настроек состояний, то бишь видовые преобразования, матрицы проекцирования, окно выбора и так далее, которое нам там потребуется. Что на вход поступает в качестве входных знаков OVGL? Вот что мы подавали на вход между BG и NM? Вершины, координаты вершин, да? То есть, некоторые, ну, только координаты, а следующие были. То есть, на вход поступают какие-то вершины. И еще поступают какие-то данные, ну, допустим, текстуры какие-то, да? И это все как-то обрабатывается, и потом как-то получается картинка. Вот что за чем здесь происходит? Одными данными его окружениями являются некоторые геетические данные. Это могут быть как непосредственно вершины для полигонов. Либо, может такой быть вариант, что у вас наступает напор поверхности. Но поверхности его окружения все равно должны быть превращены в полигоны. Потому что окружения перейдут только с полигональными моделями. Поэтому он должен с помощью вычислителей получить все одно точки полигонов. Ну, шины полигонов. То есть все должно идти к вершинам полигонов. Эти все входные данные, я буду говорить, что это уже не шины, приходят либо на прямую, так называют непосредственное выполнение, либо их можно сохранить в некоторый список, а потом этот список отдавать вам вам. Дальше вершины как-то обрабатываются. Посмотрите, вот по вершинной операции собираются в примитивы. Примитивы – это полигоны конкретные, которые должны иметься. То есть каждый полигон отдельно. Этот полигон растризуется. Кто уже делал растризацию в лабораториях? А кто хотя бы видел, что в лабораториях есть растризация? Остальные еще не понимают, что делает эта растризация. Они еще какие-то конца осознали. Ну, в общем, ОВЖ выполняет вот эту растризацию. И выполняются операции над фрагментами. Фрагменты – это уже двумерные. Полигоны, скажем так. Ну, то есть тоже, после спроецирования, после приведения координат – это фрагменты, которые на самом деле обычно соответствуют пикселям при выводе. Но вот до тех пор, пока они не попали в буфер кадры, их называют фрагментами. С другой стороны, фрагменты данные на наш конвейер являют, могут быть еще и пиксельные данные. Пиксельные данные могут быть разные, ну, например, текстурные данные, которые поступают извне. На деле могут выполняться различные операции над пикселами, и затем они поступают либо в текстуру, либо в растризацию. Ну, и дальше опять формируется фрагмент, вот уже два. Сразу используя все данные, и мы выводим. Еще раз. Это вообще, это вид сверху, это совсем такой углубленный взгляд. То есть поступают геометические данные о вершинах. И могут поступать фиксельные данные, например, о текстурах. Есть еще другие данные, но для вас пока вот только текстуры. Потому что текстура – это картинка, если она из нее поступает, это фиксельные. Данные могут либо непосредственно подаваться на выполнение, либо формироваться список, а потом список еще подаваться. Вычислители могут преобразовывать вершины. И вот здесь уже, вот смотрите, OpenGL выполняет действие над каждой вершиной. Когда вы будете писать шейдер, вы пишете шейдер как процедуру, выполняющую действие над одной вершиной. Затем происходит растеризация. Вы получаете уже каждый элемент грани. То есть вы перешли от вершин к граням. И после растеризации у вас все действия выполняются над каждым элементом грани, который в принципе называется фрагментом. Что из того, что мы с вами обсуждали, можно отнести к операциям инфракцентра? Что мы для каждой точки грани вычислять начали? Свет. Поэтому первое, самое востребованное действие, что вычислять под фрагментом? Свет фрагментов, естественно. А этот свет фрагментов может браться как постоянный, с учетом осващения, с учетом диктуры и так далее. Но правда фрагментов есть еще массовая операция. И потом, когда уже все посчитано, это выводится в путь, как становится пикселем. Свет фрагментов. Ну вот давайте еще раз посмотрим, что можно отнести по вершинным операциям. То есть те операции, которые выполняются над каждой вершиной. Во-первых, над вершинами выполняются матричные преобразования. Что у нас в матричные преобразованиях относится? Все фигни, видовые преобразования, мы уже знаем общее название, да, это видовые преобразования. Проецирование. Проецируется в воде или в экранные, говоря. Дальше. Текстура может быть привязана к каждой вершине. И обычно она привязана к вершине, вот именно к трехмерной вершине. Потому что текстура привязывается к трехмерному объекту. И текстура эта либо генерируется, либо берется готоваясь файл и привязывается. Кроме этого, для каждой вершины считается освещение, нормальная поверхность, ну, сейчас. Вычисление... Вычисляется для вершины цвет. А для цвета, для того, чтобы посчитать цвет, используется освещение, нормальная. А освещение что входит в позиции источника света, свойства материала света, ну и так далее. То есть мы сейчас это будем подробно рассматривать. Итак, для вершины матричные, прайсовое воде, текстура и цвет с помощью освещения. Это основные операции, которые применяются к вершинам. Что относится к сборке примитивов в этом конвейере? Ну вот смотрите. Во-первых, у вас... Вот, наконец-то, в этой картинке нашли. Помните, я говорила, вот это ближнее, это дальняя грани. Ряд сечения. Остается только то, что попадает в вот эту освещенную пирамиду, если это просто читая проекция. Итак, вот на этапе сборки примитивов у вас происходит отсечение того, что не попало в эту пирамиду. То есть все, что остается за пределами камеры. То, что не видит камера. Дальше. При этом у вас могут либо появиться лишние вершины. Ну, как бы не лишние, а другие вершины, которых не было. То есть если у вас грань пересекает одну из этих вот граней нашего усеченной пирамиды вот этой. То есть ваш грань находится на границе. То у вас произойдет появление новых вершин, которые вот являются точками пиресечей. Иначе вы не сможете опомстить эту грань. Дальше. На этом же этапе у вас происходит вот перевод координат окна просмотра. Здесь же выполняется тест на лицевые грани, о которых Женя спрашивал. Вот как раз на этом этапе, когда собираются примитивы. То есть здесь все нелицевые грани будут убраны. И лицевые останутся, чтобы только с ними дальше работать. Но при этом вы можете выключить. И тогда у вас будут отображаться все грани. И лицевые, и лицевые. И вот у вас там в лабораторках будет это видно. То есть вы будете видеть, как происходит, что происходит, когда у вас только лицевая грань и когда и та и другая. Как по-разному термину. Ну и в конце у вас получаются примитивы, у которых, смотрите, эти примитивы находятся целиком в видимой области камеры. У вас координаты у них приведены как мутросмотра. У вас выброшены лицевые грани. То есть это то непосредственно, с чем вы уже должны работать при просчете. Что относится к операциям над пиццелем? Давайте подробнее. Во-первых, очень часто массивы пиццелем данных упакованы специальным образом. С целью экономии памяти, времени передачи. И поэтому ваши данные могут преобразовываться из какого-то формата, обрабатываться, дальше сжиматься и запаковываться. Ну то есть вот происходит какая-то распаковка, обработка, опять запаковка модели. Это чуть дальше. Это вот не сейчас об этом. Это не самое такое необходимое и не самое простое. Так. Дальше. Если мы работаем с текстурой, то у вас текстур может быть несколько. Мы с вами осматривали клиент наложения текстур. Когда у вас одна текстура, она накладывается на объекты. Но текстур может быть несколько. Они могут накладываться либо одновременно, либо по очереди. И поэтому в OGL в объектах создаются для каждой текстуры свои объекты. Ну и дальше вот могут выполняться различные операции для ускорения работы с текстурами. Растеризация. Что такое растеризация? Кто помнит? Получение всех точек, всех пикселей примитива. Получение всех пикселей вашего примитива. А что вы так вздыхаете? Да-да-да. Кто помнит слово растеризация? Тут все некоторые заулыбаются. Некоторые недоулыбают чуть-чуть. Почему первая половина улыбается? Растеризация, когда у вас есть решила вашего примитива, и вам нужно получить каждый пиксель этого примитива. Причем он как бы не обязательно целочисленный, как мне уже могли догадаться. Да, у вас только пиксели целочисленные, все остальное у вас вещественное. Операция над фрагментами. Это когда вы уже все-все-все сделали, и фрагмент это тот элемент, который готов превратиться в пиксель при выводе. Вот вы уже почти все сделали, и фрагмент готов стать пикселем на экране. Ну, как я буду делать это. При этом операция над фрагментами могут выглядеть какие-нибудь фрагменты. Мы про это будем говорить. Что еще могут быть добавлены в операция над фрагментами? Текстурирование. Вот здесь на этапе уже фрагмента. Добавление тумана. Это почти как вы на экзамене любите его напустить. Вот примерно так же. Всякий альфа-тест на прозрачность. Там тесты буферов, глубины и отреза. Ну, то есть это мы подробнее будем позже изучать. Вот различные дополнительные тесты для, или операции для уже почти готовых элементов. Фрагменты, готовые перейти в пиксель. Кроме этого, над фрагментами могут быть произведены операции смешивания цветов и маскирования. И после этого все. И после этого можно окрасить. Операции над фрагментами выполняются либо с функциями OpenGL, и вы только настраиваете параметры, либо, что делается в современном OpenGL, чем... Операции над каждым пикселем, над каждым фрагментом шейдерами. Молодцы! Вы уже знаете, что шейдеры могут быть разжидными, могут быть шейдер. О, фрагментные. А могут быть еще кое-какие. Отлично. 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 Продолжение следует...